В деле о столкновении прогулочного катера и речного трамвая накануне тоже была поставлена точка. Следствие пришло к выводу, что авария произошла по вине водителя быстроходной лодки. Мужчина не имел даже элементарных навыков по управлению катером. Капитан игнорировал правила встречного разъезда, не раз подвергая опасность жизни пассажиров. Согласно материалам уголовного дела, за несколько мгновений до столкновения водитель получил несколько предупреждений по каналу радиосвязи. Однако судно было уже не остановить. В результате происшествия трое человек были госпитализированы. Наиболее серьезные травмы получила Туиска из Сибири. В ту ночь женщине поставили страшный диагноз – перелом тазобедренного сустава. Самое обидное, что в данном деле за период прохождения следствия стекли сроки привлечения к ответственности. И данное дело может быть прекращено на основании 78-й статьи Уголовного кодекса процессуального в связи с истечением этих сроков. В связи с отсутствием у виновника судоводительских прав дело пришлось переквалифицировать. Подозреваемому будут судить по 118-й статье Уголовного кодекса причинения тяжкого вреда по неосторожности. Максимум, что грозит задержанному – это год тюрьмы и лишение права занимать определенные должности.